Сила Верхмедюши Сила Верхмедюши расположена в северной части Черепановского района. Занимает площадь 129 гектар. Центральная усадьба сила Верхмедюши образована пятью улицами. Береговая, торговая, центральная, 50 лет октября, молодежная. Самая большая по протяженности улица Центральная. Ее длина вместе с двумя проулками составляет чуть больше двух километров. Улица отличается от других особенностей своей планировки. Расстояние между противоположными сторонами составляет 50 метров. Центральную часть этого пространства занимает асфальтированная аллея. Протяженность аллеи составляет 700 метров. Центральная аллея в Силе была посажена весной 1973 года. Ее садили ученики и учителя школы. Поэтому ее долгое время называли школьная аллея или тополиная. Потому что большая часть деревьев были тополя и клёны. Аллея была огорожена маленьким деревянным забором. Ее назвали полисадником. Она просуществовала до 2013 года. А потом тополя и клёны стали рушиться от времени. И было принято решение убрать старые деревья. На их место посадили новые деревца. Аллея из рябин и ели была посажена весной 1990 года, к 45-летию Великой Победы. Деревья для нее были выбраны не случайно. Ель – вечно зеленое растение, символ жизни. Ягоды рябины – как кровь воинов, защищавших нашу Родину. Это одно из красивейших мест нашего поселка в любое время года. На Центральной размещены 55 одноквартирных и многоквартирных домов. Улица Центральная была застроена в 60-80-е годы прошлого века. Сначала были поставлены дома по левой стороне улицы, а центральной площади вниз к реке. Они все деревянные. Противоположная часть улицы – правая. Дома кирпичные, построенные с 1968 по 1972 год. Эта часть улицы стала ее ядром – началом. Многоквартирные дома, находящиеся на Центральной площади, и дома, расположенные ближе к реке, были построены в одно время – с 1976 по 1980 год. Строительство административного центра началось в конце 60-х годов, а закончилось в конце 70-х. Здесь была пекарня и хлебный магазин, хозяйственный и промышленный магазин, здание администрации. Здание конторы до 1978 года находилось на въезде в поселок, но в то время совхоз развелся интенсивно и была необходимость в строительстве большого административного здания. В 1978 году появилось новое здание конторы. Здесь размещалось правление совхоза, почта, телефонная подстанция, сельский совет, сберкасса. В 1980 году прямо в начале улицы Центральной ко Дню Победы установили памятник героям-землякам-участникам Великой Отечественной войны. Изначально он выглядел иначе. Это был постамент пирамидальной формы, на вершине которого находилась фигура коленопреклоненного солдата, опирающегося на автомат и держащего в правой руке каску. Высота памятника составляла примерно 6 метров. Слева и справа от постамента были размещены щиты с изображением ордена «Победа над фашистской Германией» и советского воина с надписью «На страже мирного труда». Рядом с памятником были посажены кусты сирени, шиповника и клубы с многолетними цветами. В 1990 году памятник демонтировали и на его месте установили тот, что мы можем видеть сегодня. На центральной стелле изображен орден Победы. Слева и справа от нее размещены мемориальные доски с фамилиями односельчан, погибших на войне. Каждый год 9 мая возле памятника проходят митинги. Переходят сюда односельчане и 22 июня, чтобы отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны, детям войны и труженикам тыла. Детский сад малыша был пущен в эксплуатацию в 1970 году. Он был рассчитан на 90 детей, но в 70-80-х годах в нем воспитывалось до 120 детей. Это был целый детский комбинат. Одновременно работало три возрастные группы. Ясли для самых маленьких и ночная группа. Для детей в садике всегда была красивая игровая площадка. Были горки, песочницы, домики, качели и много цветов. Школа. В нашем селе первая школа появилась в 30-х годах прошлого века. Сопременное же здание школы было построено в 1972 году. Она рассчитана на 500 учащихся. Сейчас в ней обучается 140 ребят. В 2015 году школа была переименована и теперь она носит имя Николая Захаровича Кисенко. А для завершения нашей экскурсии я приглашаю вас пройти в школьную музейную комнату. Ну а это тема уже другой экскурсии. А с вами была Куриленко Анастасия, учащаяся в Верхмедушинской средней общеобразовательной школе имени Николая Захаровича Кисенко. Благодарю за внимание. Продолжение следует...